С какими проблемами в повседневной жизни сталкиваются те, кому они помогают, эти люди знают не понаслышке. Активисты инвалидного движения, как правило, и сами имеют проблемы со здоровьем, но они всегда на связи, готовы объяснить и поддержать. Мы им скажем слова огромной благодарности за то, что они делают, за то, что они объединяют вокруг себя единомышленников и воплощают в жизнь самые смелые идеи. Мы им в этом, конечно, помогаем. За свою работу неравнодушие активисты получили награды и благодарности губернатора. Многолетний труд председателя Ростовской областной организации Всероссийского общества слепых Юлии Богатовой тоже удостоен награды. Инвалид по зрению второй группы работает в обществе слепых уже 20 лет. С проблемами и вопросами позвонить могут и рано утром, и поздно ночью. Не ответят, я просто не имею права, признаются женщинам. Все-таки общество обратило внимание на инвалидов и признало их где-то равными. И создает им возможность проявлять это равенство, общаться с другими людьми, выходить из дому, работать, участвовать в каких-то мероприятиях, ездить на всероссийские чемпионаты. Качество жизни инвалидов в нашем регионе значительно выросло. В повседневной жизни помогают в том числе и технические средства реабилитации. Так, например, инвалиды по зрению получают ноутбуки, смартфоны с голосовыми программами, а также аппараты для измерения давления или же говорящие градусники. А этот аппарат объединяет в себе и плеер, и аудиокнигу, и записывающее устройство. С помощью него даже можно выходить в интернет и скачивать книги именно с онлайн-библиотеки. Это дает возможность человеку не ехать в какой-то город в специализированную библиотеку. Звуковые светофоры, тактильная плитка, общественный транспорт, в котором объявляют остановки – обычно люди на такие вещи и внимания не обратят. А для кого-то это единственная возможность удобно и безопасно передвигаться по городу.